Мир вам, братья и сестры! Слава Богу за сегодняшний день! Спасибо нашим друзьям, которые нас радовали сегодня. Дорогая Церковь, думаю, что вы со мной согласитесь с тем, что мы, каждый раз, приходя в Церковь, каждый раз, хотя я уже более 40 лет хожу в Церковь, и думаю, что каждый раз хочется что-то слышать. Что же хочет мне лично говорить Господь? Я думаю, также мы сегодня собрались здесь взглянуть на Слово Божие, посмотреть, что же хочет говорить нам Бог. Вот какое пожелание у Него есть к нам сегодня. Мы уже слышали вначале о том, что есть наше переживание, особенно о Втором пришествии, о том, что мы говорим, те события, которые происходят в мире – это действительно переживание. Я бы сделал ударение на переживание – это личного характера, личного отношения человека с Богом. Это самое главное, невзряя, что происходит в этом мире, мое отношение с моим Господом. Четвертая глава, первое послание к Оримфинам, апостол Павел пишет в пятнадцатом стихе, «Ибо хотя у вас есть тысяча наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовестваньем». Хочу, чтобы вы немножко посмотрели на этот стих и обратили внимание на апостола Павла, который обращается к церкви и говорит, что церковь большая, тысячная церковь и тысячи наставников церкви, тысяча проповедников, наставников, учителей, тысяча. В нашей церкви намного меньше. Будет, может быть, тридцать проповедников, разного рода учителя, которые наставляют нас, учат нас. И апостол Павел говорит церкви, «Это хорошо, что у вас есть тысячи проповедников, это хорошо, что у вас есть тысячи наставников, но у вас очень мало отцов». Почему-то Павел обратил внимание на очень важный аспект церкви, не хватает церкви отцов. И он говорит в этом стихе же, заканчивает этот стих, «Я родил вас во Христе». Апостол Павел является проповедником или евангелистом. Он ездил и проповедовал Евангелие об Иисусе Христе и о вечном спасении. И церковь, коринфийской церкви, которой он направляет слово, он говорит им такие слова, «Хорошая церковь, прекрасные проповедники, которые от Господа проповедуют, но в церкви не хватает отцов». Я бы задал вопрос, хватает ли у нас отцы нашей церкви. Почему я задаю такой вопрос? Потому что Павел видит, что это очень важные личности или важные люди, которые необходимы церкви. И Павел видит, что это не достает, не хватает коринфийской церкви. Когда он говорит, «Я родил вас», это означает, «Я отец ваш». Это Павел говорит. Павел берет на себя миссию о том, что «Я родил вас во Христе». Если я родил, то я отец. Давайте мы обратим внимание и постараемся взглянуть, почему апостол Павел хочет нам сказать сегодня нашей церкви, в чем суть проблемы отцовства, почему его не достает. А может быть, у нас их много. Может быть. Филиппийцам Филимону пишет первой главы, десятом стихе. Обратите внимание. «Прошу тебя о сыне моем, Анисиме, которого я родил в узах». Он не говорит, Анисимов не является его плотским сыном. Но он говорит, «Я родил его, и он сын мой. Обрати на него внимание». Если бы кто покаялся через мою проповедь, наверное, я бы сказал, «Обрати внимание Анисиму, который когда-то уверовал и стал верующим». Апостол Павел говорит, «Он сын мой, я обрати на него внимание, а я отец его». Вот это слово, которое говорит «сын мой», это меняется статус отношения. Когда я с кем-то разговариваю, да, и говорю, «Вот я хочу, чтобы вы помогли моему, вот одному человеку». И он спрашивает мне, «Кому?» Я говорю, «О сыне моем». Меняется все. То есть я прошу о сыне, я не прошу о ком-то. И апостол Павел называет людей, которые уверовали через его проповеди, «Это мои дети». Я являюсь отцом. Когда он говорит в Каримфийской церкви, 4 глава, которую мы читали в 14 стихе, Каримфийская церковь говорит, Павел пишет такие слова, «Вразумляю вас, как возлюбленных». Что дальше? «Детей моих я родил вас во Христе Иисусе. Вразумляю вас, помогать хочу, объяснить хочу вам, как детям моим. Не как проповедник, не как апостол, а как отец своим детям». Я хочу подметить несколько моментов, что почему Павел говорит, и что он хочет нам сказать, когда говорит об отцовстве. Мы видим Павла, его служение, его проповеди, они были отцовские. У него он был отец, он не был проповедником за кафедрой, он был отец, и он говорит во всем, во всех словах, «Я родил вас, вы дети мои». Давайте подумаем, о чем или в чем заключается родительская именно обязанность или роль. Первое, личная ответственность за ребенка, личная ответственность за ребенка лежит только на родителей. апостол Павел, подчеркивая себя, отец, он не говорит, «Я сказал проповедь и ушел, и что хотите, и как хотите, живите». Он оставляет за собой, что вы мои дети, и я ваш отец. То есть, запота отцовская именно отвечает родители, именно родители отвечают за безопасность детей, за их успех, за их благословение. Это только родители отвечают. Я хочу, чтобы вы это хорошо услышали. Почему? Потому что не всегда родители думают, что вся ответственность на них возложена. Почему я так сказал? Потому что иногда родители думают, что родили ребенка или двоих, или троих, занялись своими делами, остальные, остальное может там нам помочь, бибиситеры, или еще где-то, еще кто-то может помочь воспитывать моих детей. Я хочу сказать, это очень ошибочные взгляды. Библия показывает нам о том, что вся ответственность возложена на родителей. И Павел это видит. Хочу предложить несколько мыслей для нас, как для родителей. Вот для нас, как родителей. апостол Павел осознавал и полностью, я назову слово, принимал на себе эту ответственность. Апостол Павел брал на себе осознанно отцовскую ответственность. Затем он четко видел, что делать с этими людьми, и он знал, куда их везти. Оказывается, быть отцом это недостаточно родить ребенка. Отцом это знать, что делать с ребенком, куда везти и куда направить его. И Павел четко брал на себя ответственность, вел куда нужно и достигал этой цели. Апостол Павел пишет 1 Фессаллингальцам 2 глава 11-12 стихи Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили, убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и в свое слабо. Я хочу посмотреть на этот стих еще раз. Обратите внимание, что? Потому что вы знаете. Павел говорит церкви, вы все знаете, что мы делали вас. Это Павел говорит. И он дальше продолжает. Как каждого из вас, я не приходил к вам за кафедрой стоять и проповедовать, я каждого из вас посещал, с каждым из вас встречался, с каждым из вас разговаривал, с каждым, а не церковью. То есть апостол Павел приходил в церковь и общался с каждым как своим ребенком, как отец. И он здесь говорит такие слова. Как отец детей своих. Мы просили, мы убеждали, мы умоляли, как отец детей. Павел говорит о церкви. Мы приходили к вам для того, чтобы помочь вам. Мы умоляли, мы просили, мы были с вами как родители и с каждым из вас отдельно имели общение. Я спрашиваю Павлу, зачем? Сказал проповедь, иди дальше, весь мир грешники, ничего подобного, он называет себя отцом. Он понимал, что новые, рожденные, верующие люди, им нужны родители церкви. Каждому ребенка, каждому, я назову это слово, каждому ребенка должна быть одинаковое отношение. И Павел в этой главе или в этой послании говорит, что мы каждому подходили и каждому одинаково подходили. Мы не разделяли вас выше и ниже. Вы для нас дети. Взгляните переживания Павла, он пишет Галатом, обратите внимание, что он пишет 4 главы 19 стихе. Дети дети мои, для которых я снова в муках рождения доколе не изобразится в вас Христос. Я задаю вопрос Павлу. Павел, зачем ты так переживаешь за Галатийскую церковь? Почему ты так переживаешь? Обратите внимание о переживании. До ныне я вижу, что вы еще не доросли духовно на тот уровень, которым вы можете стоять на ногах. И я имею переживание, что как женщина, находящаяся в родах еще. Я написал себе такие слова отцы и матери. Вам не надо успокоиться, что роды закончились. Это совсем не так. Роды закончились, а схватки начинаются. Ребенок пока не вырастет до лет 30, у вас будут схватки, у вас будут боли и слезы, у вас будут горе, пока вы ребенка не поднимете на духовный уровень. Это реальность. Я это пережил. Я пятерых, которые Бог мне дал поднять на этот уровень. Мы ночами не спали, схватки были обоих у нас женой. И это правда. Библия говорит нам, именно Павел говорит, да ныне, вот обратите у меня, которых я снова в муках рождения, продолжаются схватки у меня, потому что вы духовно невысоко. Я переживаю за вас. У меня боль до сих пор, потому что мне нужно, чтобы вы выжили, вы стали сильными. Это родительское отношение. Это не проповедник, это отец, который переживает за своих детей. Я хочу направить нам сегодня о том, что мы, как дети Божьи, имеем ли такое переживание за нашу церковь, за тех, которые приняли крещение в этом году, в прошлом году, позапрошлом году. Имеем ли мы такое переживание в сердце, а как они живут, растут ли они, не упали ли они. Вы подходите пастору, скажите пастор, а вот три года назад все ли они в церкви, может кого-то нужно посетить, может за кого-то нужно молиться. Это отцовство, это моя семья, церковь это семья. И Павел говорит, что в церкви не хватает отцов, болю, которые переживают как родители. Маленькие дети очень нуждаются в защите. Только родители могут защитить детей от сомнений, от колебания, от неверия. Кто поможет ребенку верующим, я называю верующих, людей, которые уверовали вот в этом году, которые приняли крещение, у них столкнулись с какой-то непонятной неверией. Кто поможет? Духовные отцы. Кто поможет, когда им нападет дьявол? Только духовные отцы. Кто их накормит? Только духовные отцы. Они могут кормить, это родители могут это сделать. Они в этом нуждаются. Я скажу еще одну такую фразу. Часто говорят достаточно кафедры. Я скажу, что кафедра не всегда кормит детей. Кафедра не всегда дает молоко. Кафедра часто дает очень твердую пищу. И мы сами иногда не можем кушать, не говоря о детях. Детям нужна совсем другая еда. Апостол Петр говорит, как новорожденные дети нужно молоко. Апостол Петр говорит, я хочу обратиться к всем вам, мамы и папы. Вот вы кормите ваши, у кого есть маленькие дети, ну, мы также, когда вырастили. Как вы кормите детей? Маленьких детей? Вы берете бутылочку, там соска, приходите, наливаете молоко, с холодильника и даете ребенку пить? Нет. Вы греете. Потом сами пробуете, не кислый ли и не горячий ли, и потом вы даете ребенку. А когда вы даете соску, вы его обнимаете, чтобы ребенок покушал и заснул, почувствовал ваше сердце и почувствовал вашу любовь. Это есть отцовская проповедь. Это не кафедр, это отцовская. Дети нуждаются в отцах. И Павел видит эту боль. И Павел говорит, что это есть одна из проблем, которой не хватает именно церкви. Ребенку надо научиться делать первые шаги, подняться на ноги. Кто поможет? Только духовные родители. Вы думаете, что люди, которые приняли крещение, они могут бежать, как вы, по 30-40 лет верше? Конечно, нет. Они не умеют бежать. Они ходить не умеют. Им нужна наша теплая любимая рука и отцовский совет, и отцовские объятия. Наша отцовская, которым Павел говорит, не хватает. Наставников тысячи, проповедников тысячи. Многие в нашей церкви, в любых церквах, люди стараются быть за кафедрой, сказать проповедь. Слава Богу! Отцовство это сложная задача, это неблагодарное. Апостол Павел пишет, Тимофей, 5 глава, 18 стих, «Если же кто о своих, особенно домашних, не печется или не заботится, что дальше написано? Хуже неверного. Я разделю его на две части. Первая, обратите внимание, первая, о том, что если родители имеют детей, и они заняты, и у них нет времени для детей выделить времени, заботиться о них, воспитать их, говорить о духовном, помолиться с ними, учить их в Писании, приводить в церковь, у них нет времени, говорит, вы хуже неверующего, вы погубите их, вы отправите их в ад. Вторая часть это церковь. Если в моем сердце не горит эта любовь к церкви, не горит сердце детям церкви, у меня не горит, у меня безразлично, кто как живет, кто как дышит, у кого какие проблемы, это меня не волнует, то я безразличен церкви, я никогда не стану церкви, как семья отец, церковь это моя семья, это мои дети, это мои родные, это мои братья и сестры, это моя семья, где глава Христос, меняется весь приоритет, и здесь апостол Павел пишет Тимофею, это хуже состояние, когда ты не замечаешь или не хочешь замечать, у тебя нет этой любви отцовской, Павел говорит, не достает, не хватает, многие родители после рождения стараются к сожалению успокоиться, я таких увидел людей, говорит, когда пройдет еще лет 10-15 говорит, и дети вырастут, у нас и все будет на месте, и деньги, и бизнес, говорит, тогда займемся детей, я скажу, вам поздно будет, если ребенком вы не займетесь до 10 лет, вы очень опоздали, вам уже поздно будет ломать их, у них взгляды, стереотипы, у них все в голове изменится, вы не сломаете, апостол Павел пишет, вторая глава, 1 Фессалонкистом, вторая глава, 7 стих, мы могли, обратите внимание, 1 Фессалонкистом, мы могли явиться в важности, как апостолы Христова, мы могли прийти к вам и сказать, что мы апостолы, и вы должны нас принимать, как апостолы, с почетом, и Павел говорит, но были тихие среди вас, дальше говорит, подобно, как кормилицы, обходится с детьми своими, когда вы кричали, мы молчали, когда вы плакали, мы тоже молчали, когда вы нас обижали, мы тоже молчали, хотя мы апостолы, мы молчали, и мы с вами общались, как кормилицы, как мать кормит своего ребенка, мать, когда кормит грудью ребенка, ребенок плачет, и мать понимает, что ребенок хочет кушать, мать это понимает, ребенок кричит, орет, мама тихо берет в грудь, обнимает, с любовью кормит, и потом ложит спать, Павел говорит, мы такие, мы пришли как кормилицы, кормить вас, мы не пришли ругать вас, мы не пришли как апостолы, мы не пришли как проповедники, мы пришли как родители к вам. Вот апостол Павел показывает отцовство. Что такое отец? Первое послание Фессалкистам, вторая глава восьмой стих. Так и мы из усердием к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, что дальше, но и души наши. Мама, и папа, скажите правду, если ваш ребенок, ваш ребенок попал в беду, разве вы оставите, вы и жизнь за него отдадите? Павел говорит, мы не пришли только проповедовать, мы готовы жизнь отдать ради вас, потому что вы дети наши. Павел показывает любовь к церкви, любовь к детям Божьим, любовь, которые уверовали. Эту любовь Павел показывает. Я хочу его передать вам. Взгляните в себе просто. Горит ли у вашей сердца вот эта любовь к церкви? Те, кто ослабел, к те, кто упал, к те слабенько. Есть ли у вас отцовский подход к нему? Чтобы вы пришли домой и со слезами сказали Иисус, Иванов Петров, так нуждаются твоей помощи. Я хочу, чтобы ты помог его. Он дитет твое. Это отцовское отношение. 2 Коринфянамф 12 глава 14 и 15 стихи. Вот третий раз я готов прийти к вам и не буду отягышать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имения для родителей, а что дальше? Родители должны собирать имения для детей. Я приду к вам не для того, чтобы вы мне деньги собирали, не для того, чтобы вы меня накормили, не для того, чтобы у меня какую-то хижину строили. Нет, я ищу вас, вы мне нужны. Родители должны заботиться о детях, но не дети, о родителях. Павел говорит, я иду к вам помогать, я знаю, что вы нуждаетесь, я постараюсь все сделать от меня завище, потому что я отец. Это величайшая любовь, которую я вижу у Павла, который показывает себя как отец. не знаю, осознаем ли мы такую ответственность именно мы пред Богом. Я хочу последние три таких момента сказать, что же Павел видел, почему он преследовал, почему он понимал это отцовство, что его тревожило. Первое, Павел молился. первое, что было самое важное в жизни Павла, он молился. Римской церкви он пишет, непрестанно он вспоминает в молитвах. Непрестанно вспоминает молитвах. Филиппица, он говорит, благодарю Бога моего, при всяком воспоминаниям моем, о вас всегда. Павел пишет Тимофею о нем, он молится день и ночь. Когда Павел приводил Христу людей, он ставил первую задачу. Только Бог может успокоить, только Бог может их укрепить, только Бог может дать их твердости через его молитвы. И Павел понимал только молитвой он достучится небо и небо благословит этих детей. Павел перво видел это молиться за них. И он не забывал каждого. Он вспоминал каждого и молился за каждого. Второе, что мы замечаем Павла как отцовство, молитва, переживание, как мы родители переживаем за наших детей, за наших внуков, правнуков, мы переживаем. Второе, что он видит, Павел уделял специальное время, пользовался малейшим моментом посетить людей. Он считал, второе, нужно иметь встречу с людьми, общаться с людьми, посетить людей, узнать нужды людей, помолиться с людьми, благословлять людей, обнять людей. Он понимал это важнейшее в жизни. Когда мы читаем Деяния Апостола 15 главы 36 стеке, пойдем, дальше он говорит, опять посетим братьев, опять. Мы вчера были, опять. Позавчера были, опять. Пойдем посетим наших братьев, которые в этих городах, пойдем посетим, заново, пойдем. Он старался найти это время и посетить братьев, посетить людей, обнять их и помолиться с ними. Павел находил время, чтобы посетить эти церкви и помолиться с ними, поговорить с ними индивидуально и личного характера, утверждая людей Словом Божиим о том, что есть Господь, есть любовь, есть Царствие Божие. И вопрос для нас, находим ли мы время? Мы лично о том, чтобы посетить, сказать, я готов сегодня посетить кого-то, посмотреть, помолиться, потом посетить. И последнее, что я хочу перед молитвой сказать, апостол Павел служил своим духовным детям своим отцовским примером. Первый коринфянам я 16 стих не читал, 4 глава, 16 стих я не читал. Сейчас прочтем его. посему умоляю вас, поражайте мне, что дальше? Как Христу. Как я Христу. Филипписам 4 глава 9 стих чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте и Бог мира будет с вами. Апостол Павел в этой главе посему умоляю вас, я написал сегодня вот такие слова, живите как я, поступайте как я, служите как я служу Господу, любите как я люблю, ходите как я хожу. Павел показывает в себе, что Христос во мне и что вы видели во мне, все делайте так. Апостол Павел не был только проповедником, он жил на основании слова, он говорил и жил, он говорил и показывал пример. И мы замечаем три важных истины. Он молится, он посещает, он в своей жизни показывает остальным, как нужно жить духовной жизнью. Я хочу сказать всем, как служителям, диаконам, присвятерам и как и всем вам. Нам не только надо стоять за кафедрой, нам надо быть теми, что мы говорим. Мы должны быть такими. И когда мы идем, когда мы сидим, что бы мы ни делали, мы должны быть именно такими. и люди, которые нас увидят, могли сказать, да, это они такие. Я могу воскресенье утром попросить пастору, чтобы он дал мне утром воскресенье проповедовать. А вечером могу сидеть дома и пятницу дома, потому что я воскресенье утром свое отбыл. А зачем мне вечером, если я ни в чем не участвую? Это не пример. Пример, когда ты постоянно в служении. Пример, когда ты постоянно показываешь, как нужно любить своего Господа. Дома, на дороге или в церкви. Дорогая церковь, мне очень хочется, чтобы каждый из нас понимал недостаток церкви. Когда мы уверовали, это был 78 год, не было воскресных школ, не были семейные программы, как сейчас, не были женские конференции, не были встречи с святерами или деканами, не были встречи с проповедниками, просто их не было. Или же я не попаду. Я как человек из мира хотел узнать, как живут люди верующие. Я хотел узнать, как люди воспитывают детей. Я понятия не имел, как это нужно делать. У меня двое детей, я не знаю, как мне вести себя. Я старался ходить людям. Я нашел одного дьякона, которого двенадцать часов ночи я приходил ему за вопросами. И до четырех мы сидели, он отвечал на эти вопросы. И он был настоящим для меня отцом. И он остался им. Он годы ходил за мной, годы мне помогал, годы мне объяснил, что нужно. Вот так нужны нашим детям. Я хочу сказать вам, вы есть отцы, вы есть матери, от Бога для других. Используйте его. Постарайтесь быть теми, чтобы быть полезными в церкви для тех, кто нуждается в вас. У вас все нуждаются. Вы нужны. Я хочу вам сказать больше. Заходя в церковь, встречаясь с людьми, попробуйте подойти к человеку, которым вы давно не поздоровались. Просто давно он сидит там, а вы сидите здесь. И вы не сталкиваетесь. Вот попробуйте пройти туда, подойти к нему и близко подойдите и обнимите его. Скажите, как у тебя дела? Как живешь? Как здоровье? Я хочу за тебя помолиться. Я желаю, что Бог твою семью благословил. Я люблю тебя. Ты Божье дитё. Вы знаете, сколько у него появится радость в душе? Кто-то его обнял. Кто-то ему сказал хорошие слова. Это будет отцовские слова, в котором они нуждаются. Подойдите молодежи, детям, просто поздоровайтесь, как родители. Спросите, как дела сыну, как в школе, как живете, как у вас дела и так далее. Спросите, как родители, как своих детей. Вы увидите, как у них внутри поменяются. Они будут радостно уходить отсюда, чтобы появился отец или мать, который заботится о них. Павел это видел. Видел, что проповедников больше, но отцов очень мало, их нет. Я желаю, чтобы Бог нас благословил на нашу церковь и дал нам сегодня понять, что каждый из нас мы являемся отцом и матерью для церкви, для детей Божьих. Церковь это семья Христа, это его дети, и вы нужны Христу, вы нужны его детям, их нужно кормить, им нужно молочком, они нуждаются в вашей груди, чтобы прижаться к вашей груди и почувствовать, как Иоанн почувствовал в груди Христа, как бил сердце и как было приятно ему. Так иногда люди нуждаются в нашей объятии, именно этой любви. Проявите эту любовь, которую вы получили от Господа. Да благословит вас Господь. Давайте мы склоним, помолимся, попросим Бога, чтобы Бог вдохновил нас и дал нам силы, чтобы мы действительно стали отцами. Аминь. Аминь.